Сегодня в выпуске. Влад А4 заработал миллионы на мороженом. Мем от Брайана Мапса испортил жизнь человеку. Давид Туров нашёл новую девушку. Столярова и Габара задержала полиция, а энергетик Литвина рекламирует в Госдуме. Всем привет! Это канал ОК Блогер. Сейчас узнаешь самые свежие новости о блогерах и трендах. Подписка, лайк и колокольчик, и тогда всё будет топчик. Бери свои любимые вкусняшки, присаживайся поудобнее и погнали! Участники хайпхауса всем составом ещё в апреле должны были отправиться в небольшой тур по городам России. В списке концертов находилось 6 площадок, начались продажи билетов. Но буквально спустя 2 недели они сообщают, что вынуждены всё отменить по независимым от них причинам. Есть подозрение, что на мероприятие плохо продавались билеты, поэтому они решили перенести и дать больше времени на подготовку. И вот вчера анонсировали новый тур уже на 7 городов, которые стартуют лишь в октябре. Блогеры приедут в Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Пермь, Тюмень, Новосибирск и Красноярск. Почему-то совсем пропал Омск, видимо там возникли проблемы с организаторами. Стоимость билетов начинается от 1500 рублей, за випы придётся раскошелиться на 7. Обещают насыщенную концертную программу не только под фонограмму. А Сан Шукаша, например, вовсю занимается с преподавателем по вокалу, который пытается раскрыть в нём необычный тембр. Сотни раз мы уже слышали истории, что блогеры приехали в какой-то небольшой город. Решили устроить неорганизованную сходку и всё закончилось плачевными последствиями, но всё повторяется вновь и вновь. Так, вчера по работе заглянули в Кызыл в республике Тыва, Лёша Столяров и Габар. Вроде парни давно в индустрии, на опыте, должны понимать, что к чему может привести. Но всё равно назначают точку для встречи где-то в центре и туда моментально слетается большое количество подростков. Они еле-еле пролезли в самую гущу, пытались фоткаться и раздавать автографы. Но началась типичная давка, все друг друга толкали, перекрыли даже дорогу, из-за чего пошли жалобы в полицию. Пришлось в срочном порядке оттуда сбегать, чтобы не усугублять ситуацию. Кызыл, извиняемся перед всеми. Было небезопасно дальше продолжать эту сходку, потому что она была очень плохо организована. Перед всеми дико извиняемся, тувинцы, вы потрясающие люди, очень добрые, но такое количество людей было сложно организовать. Но их спустя какое-то время всё равно отыскала полиция, попросила явиться в отдел. Отделались они лишь объяснительной, даже без штрафа, но заодно получили горький опыт неудачных сходок. Телеграм анонсировал запуск своего приложения для знакомств по типу Тиндера, но прямо в мессенджере. Функционал ничем не отличается, а также небольшие анкеты с фотками и возможность свайпнуть вправо или влево. Перед регистрацией нужно пройти обязательную многоступенчатую верификацию личности. Это исключает попадание в сеть анонимов и ботов. Для девушек новый сервис прекрасен тем, что он полностью бесплатен. А вот парней Павел Дуров заставляет платить, подписка составляет 5700 рублей в месяц. Также обещает за проведённое там время, лайки, комменты и другие действия пользователям платить криптой. Как же всё в точности будет работать, увидим чуть позже, пока много интриги, которую хочется пощупать вживую. Возможно там будет сидеть дошек, так как оказалось, что у неё сейчас нет второй половинки. Да, есть подарки от тайных обожателей, постоянно присылают букеты, зовут на свидание, но до чего-то серьёзного не доходят. Даша даже пообещала рассказать, если у неё реально появятся отношения, скрывать не собирается. Зато она заранее до знакомства успела испортить впечатление о себе в глазах Эксайла. Помните её вообще неудачный пранк, где она собиралась якобы подать в суд на Илью за испорченные волосы, но всё оказалось лишь кликбейтом. Оказалось, что Илья вообще не был в курсе и даже после ничего ей не написал и не стал никак реагировать. Дошик даже думает, что сильно его обидела, вновь публично попросила прощения. А ситуацию он по-любому знает, как минимум ему могли рассказать друзья. Тот же кореш, который жёстко высказывался об этом на стриме. Давид Туров продолжает укреплять образ бабника и похоже он нашёл себе ещё одну девушку. Это уже четвёртая или пятая за последние пару месяцев. Довольно продолжительное время парень общается и дружит с ребятами из Адреналин Хаоса и много контактировал с их участницей Кирой Тимралеевой. Вчера они спонтанно улетели в Сочи, откуда снимают много милого контента, всячески намекают, что являются уже чуть больше, чем просто друзья. В комментариях же развязались дискуссии, подписчики спорят, что между ними. Хайпят ли они для продвижения трека или есть реальные чувства? Кого-то это прям злит и в особенности однокомандников Киры. Так получилось, что она их по сути бросила в самый неподходящий момент, когда намечено много съёмок и других проектов. Перед ней даже поставили жёсткий ультиматум. Короче, меня это уже реально достало. Мы с ребятами всё обсудили и ставим тебя перед выбором. Либо ты выбираешь своего паренька и идёшь дальше с ним отдыхать и тусить, либо ты в составе команды дальше продвигаешься. Выбор за тобой мы считаем неуместным, то что вы выкладываете совместный контент на аккаунт Хауса, где должна быть наша жизнь, жизнь участников. Пока что она в ответ опубликовала фотку в связах, но точно ответ не дала. Посмотрим, чем в итоге закончится очередная Санта-Барбара из Лайка. В Госдуме тем временем активно рассматривают закон и уже приняли в первом чтении о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Ранее такой действовал только на напитки с добавлением спиртосодержащих компонентов, а теперь до 18 лет вам ничего не продадут. Новые правила начнут действовать не сразу, а только с сентября этого года. Самое забавное, что один из авторов закона проекта, выступая с трибуны, показала в пример Лид Энерджи Литвина. Миша видел скрины с трансляцией и посчитал это как дополнительную рекламу своего продукта. Но для него подобные новости все равно плохие. Процентов 20-30 выручки компании приносили подростки, а после введения закона денег они станут зарабатывать меньше. Все же прекрасно в плане бизнеса идет у Влада А4. Как я рассказывал ранее, перед летом его бренд продуктов запустил в продажу мороженое, стаканчики, пломбиры и прочие стандартные позиции. Встретили их с большим ажиотажем, за первую неделю июня продали 281 тысячу. А за вторую, когда стало еще жарче, почти на 100 тысяч больше. Если сожить их все и умножить на среднюю стоимость мороженого в 80 рублей, получается, что компания Влада заработала чуть больше 50 миллионов рублей. Да, там нужно еще вычесть расходы на производство и логистику. Но результаты в любом случае потрясающие. Брайан Мапс всей своей медийной мощью создал из ничего мем, который оставил после себя много неприятных последствий. Речь идет о недавнем ролике с пранком, где за Максом якобы начали следить девочки-сталкерши, а после еще пришла разбираться их мамаша. Он заранее создал аккаунт, через который все сливал в сеть. И чтобы замаскироваться под подростка, выбрал рандомную фотку в интернете и добавил смешную подпись. В палец О. Ну тоже бы поставила бы девочке такую аватарку. Только нужно последний штрих добавить. Да это прям ультимейт мема аватарка для подростка. Ава сильно зашла аудитории Брайана, а все ее начали ставить себе. А парень на ней в реальности существует, зовут Леонид Ким. Узнал, что стал мемом от подруги и пытался на этом даже хайпануть. Создал сначала отдельную телегу Чимин по-русски, которая быстро разлетелась и начала набирать аудиторию. Также успел создать себе ютуб-канал, где пока только пытается снимать скетчи и отвечать на вопросы по произошедшему. Его это поначалу вдохновляло, но после он понял, что все заходит слишком далеко. Дальше началось просто какое-то безумие. На меня подписались тысячи людей. Было желание вернуть контроль над своей внешностью, поскольку эта фотография гуляла по сети уже целых два года и теперь ее стало больше. Ввел несколько правил, попросил людей не ставить эту заполучную фотографию на аватарке. И второе было просьбой. Не использовать слово Чимин. Самому Брайну, кстати, тоже неплохо так досталось. Его начали хейтить за расизм и прочие грехи. Но по итогу все разрешилось, никто никаких претензий не имеет. На Брайна набросились люди, которые считают его расистом, которые оскорбляют его. Это был очень тяжелый день для меня. У меня не было никаких намерений повредить кому-либо. Я не держу обиды на Брайан Мапс за то, что он использовал мою фотографию в качестве прикола. Потому что эта фотография лежала в интернете уже где-то два года. На нее мог наткнуться кто угодно. Мне искренне жаль, что мои слова и действия привели к непредвиденным неприятным последствиям для других людей. Ютуб наверняка не показал тебе какой-то из этих роликов, но в них не меньше интересных новостей, поэтому обязательно загляни туда. А я жду тебя как всегда завтра на этом же канале. Увидимся уже совсем скоро.